друзья всем привет с вами сергей на канале спарк и сегодняшнее видео я посвящу полному разбору демонстрации оружию с арен и уникальных данжей триалов так далее конечно же речь пойдет о палки с асайлума сама штром арены с дс арены из последней арены black rock призм так поехали по порядку скиллов я буду рассказывать каким образом данные палки бафают их и откуда они берутся первое оружие это асайлумовский посох мы сейчас ведем речь именно дестор посохах дестор падает из-за из-за сайлумовского мини триала который находится у нас в одном городе естественно есть разные варианты это перфектный не перфектный тип пушек в общем в чем суть в чем суть данный посох бафает наши способность фор шок как написано в описании и накладывает статусный эффект да то есть статусный эффект горение контузии и обморожение чтобы эффект от сработал должно пройти не больше десяти секунд между фор шоком да таким образом если мы сейчас делаем один фор шок проходит 10 секунд но суд отчет пошел и мы не сделаем еще один фор шок то статусный эффект у нас не повесится на цель до таким образом если вы делаете менее 2 крашен шоков либо force пульсов ротации с перфектной пушкой или менее трех с обычной пушкой вот эта разница то этот посох фактически бесполезен он не бафает что такое вообще стихийные статусные эффекты вы заходите в рай f1 помощь в раздел бой стихийные статусные эффекты в данном случае имеется ввиду то что накладывается эффект огонь где цель получает дополнительный урон эффект электричеством цель получает мгновенный урон кроме того майна vulnerability накладывается который увеличивает ходящий урон на 8 процентов то есть сразу как быть типа два типа урон накладываются и морозный урон накладывается то есть тоже мгновенный урон кроме того накладывается майнар мэй на 4 секунды уменьшающий исходящий урон таким образом мы видим что когда накладываются стихийные статусные эффекты этим оружием цель получает сразу два мгновенных урона и накладывается статусный эффект плюс цель воспламеняется и получает дополнительный урон течение четырех секунд к сожалению не написано какой именно дополнительный эффект таким образом видно что когда мы побили цель то накладывается эффект бёрнет chill concussion так называемый на английском то плюс который как раз вот этот урон и дает также в всяких комбат метриксах и иных приложениях и аддонах мы можем видеть какой аптайм а самовской пушки этот эффект почему-то называется concentrated force да будет у нас аптайм эффекта кстати называется потому что комплект то есть раньше это был энчант у посоха сейчас это сет сет это сайл муски именно дэстро пушки называется concentrated force да то есть концентрированная сила данный посох очень классный его можно получить только в хард моде асайлом а либо если вы попадете викли и вам придет на почту для этого необязательно проходить хард мод таким образом вы можете постоянно всеми персонажами висеть викли в асайлом и и вам будет параха приходите пушку чтобы попасть викли достаточно просто по очереди убивать всех боссов очень быстро желательно как можно меньше умирать ну либо пройти триал полностью данная пушка используется я считаю очень эффективно сорками есть мнение о том что она может быть использован только в асайломе так сказать сорками который прерывает ядовитого после с не согласен сорки без пета отлично вот вот эта пушка вл пауэр и скажем механика лакуете либо серория отлично используется групповом контенте мне лично очень нравится но это и я говорю именно про перфектную версию обычная же версия проигрывает в разы проигрывает в разы вроде кажется разрыв один какой-то несчастный форс пульс но поверьте чем больше урон идет тем больше этот разрыв да поэтому этот посох очень крутой берется в асайломе нужно иметь dlc заводной город итак поехали дальше у нас elemental блокейт следующая способность по сухоразрушения и конечно здесь речь идет о майл штром пушки майл штром пушка берется в локации родгар в вихревой арене на ветеранском режиме это очень жестокая арена из девяти арен да такая тавтология где вы самостоятельно и без чьей-либо помощи проходите в соло своим персонажем эту арену а достаточно тяжелая для новичков но в принципе если вы прошли ее один раз то вы сможете последующие разы проходить там для сорки если мы говорим именно о вот этой пушки то топ пушка которая обязательно использует для всех магических классов потому что она гораздо сильнее увеличивает наш урон до и до масло масляное то есть что она делает если прочитать повнимательнее то этот комплект называется крашен вол то есть до разрушающий такая стена и она бафает наше следующее умение элементал блокейт в любой его морф таким образом что когда цель поражена и находится в области действия этой способности то наши light и heavy атаки урон от light и heavy атак увеличивается как-то работает вот мы сейчас ударе на 4562 видно до 4565 light атака да мы опрокинули дорожку свапнули панель все работает light атака 6609 то есть мы видим что light атаки light атаки если цель стоит на дорожке их урон увеличивается это очень важно чтобы цель стоял на дорожке потому что вот если мы например вот так вот сделаем то никакого чудо не произойдет обязательно цель должна стоять на дорожке видите дорожка достала все очень важно это иметь ввиду что первое условие действия с этого то что цель стоял на дорожке второе чтобы у вас в ротации были именно light и heavy атаки если вы просто кидаете скиллы пропускаете light и heavy атаки между скиллами то бонус от этого сета по сути бесполезен поэтому чем лучше у вас вивинг как говорится да то есть чем лучше вы light и heavy атаки прокидываете тем лучше этот сет действует этот посох обязательный для всех магических классов он реально используется в пве если а саламовский посох классе используется только там на сороках night blade ах допустимо на дк когда там где-то соло какой-то контент тоже масса проходите то например вот это используется обязательный на всех а магических классов а мы идем дальше у нас на повестке дня мастерская пушка что такое мастерская пушка где она добывается у нас есть базовый контент здесь естественно вам нужно делать и арсению чтобы попасть на вихревую арену мастерская пушка же добывается в арене dragon star от контент на четыре человека где из финального босса четырем людям достается из сундука лут дата тоже там где-то порядка 8 9 арена и вот вообще никак не могу запомнить сколько их просто проходится и все достаточно относительно низ не сложный такой триальчик где в основном упадают неплохие вещи раньше это оружие было полным дном но разработчики молодцы и его возродили и сделали достаточно актуальным что это оружие делает у нас видно есть дэстрактив рич это оружие во первых уменьшает стоимость способности дэстрактив тач это не заморфим дэстрактив рич на 30 процентов и увеличивает наносимый прямой урон на 2000 то есть смотрим на способность стоит 3232 смотрим на панели 2092 то есть дешевле крашен шока дешевле наверно всего на свете да то есть 2092 это очень дешево смотрим сюда да то есть но 4000 и 7500 да то есть обращаю ваше внимание что она увеличивает вот этот первоначальный входящий урон не доту которая дальше вешивает вешается первоначально входящий урон то есть урон был 4000 стал 8809 то есть на 2000 увеличивает урон ну плюс там спелл дэмэдж все такое она как там-то все суммируется но суть в чем в том что в пвп пвп мастерская пушка просто супер необходимо то есть в основном используется 40 минут блэдами в пвп всех люто бесит наносит жесткий очень урон обращаю ваше внимание что именно огненная пушка котируется потому что это урон соло цель некоторые оля варда на извращенца используют морозную пушку чтобы всех так сказать приморозить на место видите frost рич обезвиживает противник а огненный именно отбрасывает противника очень классная вещь всеми сорками используется просто такие вот если вы видите большинстве случаев что 40 кидает у вас вот такой кружочек то скорее всего он с мастерским посохом поэтому всем советую сходить если вы играете за сорка в пвп за night blade в другие магические классы обязательно достать мастерскую пушку ну дрейн мы пропускаем пока что нет посох который бафает дрейн к счастью или к сожалению и последние уникальный посох на поездке дня это посох с black rose призом недавно прошли естественно black rose призом у нас находится в меркмайре или правильно в муркмайре не знаю почему он переводится как меркмайер может мне что-то надо почитать вот тюрьма черной розы и там падают такие пушки перфектная версия от неперфектной отличается тем что дополнительно дает 1487 магическое пробивание я посчитал что так как это посох ауешный и урон должен распространяться на все цели то нужно нервный нервный или шарповый я посчитал шарповый лучше чем нервный вот в чем фишка этого посоха в том что она бафает нашу способность это импульс и комплект называется вайлд импульс дикий импульс и уменьшает стоимость способности и накладывает периодически стихийный урон то есть сначала огненный электрический потом морозный как-то халва работает то есть у вас есть импульс вы его преобразуете в пурс в пульсар или элемента ринг элемента ринг мне больше нравится то что он с расстояние можно фигачить пульсар же как по старинке от вас фигачит из центра вот то есть вот стоит скелетик мы его бафнули то есть первый удар пошел огненный электрический и морозный урон да то есть в течение восьми секунд у нас идет дота пока что очень сомнительное использование этого посоха ну единственное что я вижу классным это то что он накладывает дот на всех и часто будет прокать валька да то есть у нас есть некий периодический урон до при нанесении урона длительного действия 8 процентов шанс да то есть всем остальным пределах 5 метров эффект может срабатывать не чаще чем раз 5 секунд то есть мы валька он и падает 2 секунды то есть грубо говоря 2 секунды упал чуть-чуть подождал и опять упал вот таким образом мы вешаем один дот другой третий и метеорит ну вот как видно на метеорит прямо упал два раза поэтому этот посох мне кажется очень фаном для того чтобы ходить качаться собирать трэш всех убивать потому что валька будет падать на всех подкату только так в остальном пока что я вижу абсолютно бесполезно в пвп я тоже не вижу как его можно использовать то есть этот посох чист пока что сделан по фану и не доработан как мне кажется поэтому как бы ходить и потеть за этим посохом в тюрьму абсолютно не надо самый лучший вариант так как у нас ауе урон и урон по площади это является посох молнии почему потому что есть пассивка антин но лучше увеличить урон действующий по площади на 8 процентов таким образом урон от импульса у нас снижена стоимость на 10 процентов до а урон от импульса будет больше по площади то есть это способность по площади и остальные у нас способности тоже по площади поэтому их урон увеличен однако скорее всего если мы наденем посох огня то возможно у нас возрастет от этот дополнительный урон от проков потому что он как бы на одиночную цель вешается но фиг его знает вот так ребята я вам вкратце рассказал о всех посохах уникальных какие существуют в игре разработчики на наконец-то так сказать все способности бафнули по полной остается только элемент all drain и ульта я удивлюсь если у нас придет какой-нибудь лютый посох который будет бафать ульту это будет что-то дикое или drain да то есть чтоб drain там как-то на всех вешался или был допустим не майнер мэйджика стил а мейджор мэджика стил ведь по сути такого бафа еще не существует вот надеюсь видео вам понравилось всем удачи ставьте лайк подписывайтесь на канал